В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Питание на общих условиях. В школах города отменены бесплатные обеды для многодетных семей. Серафимовские чтения во Дворце детского творчества прошла церемония открытия 9-й детско-юношеской конференции. Свой путь актеры Саровского драматического театра готовят эскиз спектакля по пьесе современного драматурга. Далее расскажем обо всем подробно. В социальных сетях появилась информация о том, что с нового года отменены бесплатные обеды в школах. Об этом многие родители узнали от классных руководителей или администрации учебных заведений. С третьей учебной четверти школьники, которые воспитываются в семьях, имеющих статус многодетных, будут платить за питание в обед так же, как и остальные дети. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Об отмене бесплатных талонов на обеды для ребят из многодетных семей Алексей Голубев с супругой узнали от классного руководителя. Раньше им не приходилось задумываться над процедурой оплаты школьных обедов и получения талонов на питание. Середина января ситуация изменилась. Дети из многодетных семей теперь будут питаться в школах на общих условиях. Мы, как родители, отреагировали спокойно. Во-первых, потому что у нас ребенок ест очень мало или практически не ест, и поэтому у нас есть завтрак в школе, и дальше он приходит обедать домой. Одна порция обеда в саровских школах стоит 70 рублей. За неделю питание ребенка обойдется родителям в 350 рублей. Для одних семей эта сумма покажется незначительной, и новые правила оплаты школьного питания не станут неприятным сюрпризом. Однако материальное положение в многодетных семьях бывает разным. Для нашей семьи 70 рублей за обед – это сумма подъемная и некритичная. И я согласен с тем, что помогать нужно тем, кто в этом нуждается, то есть семьям нуждающимся, а это не всегда многодетные семьи. Как нам пояснили в администрации, отмена бесплатных обедов для многодетных семей напрямую связана с постановлением правительства России номер 232, который ограничивает полномочия муниципалитетов в области финансирования социальных обязательств. Поэтому до конца текущего учебного года обеды школьникам из многодетных семей будут предоставляться за счет средств родителей. Для этих целей у данной категории льготников предусмотрена компенсация по линии соцзащиты, которая составляет 792 рубля на одного ребенка в месяц. Более подробная информация в ближайших выпусках новостей. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением практически на всей территории страны. Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске стало 29-м по счету ЧП, вызванным использованием внутридомового газового оборудования в 2018 году. А буквально на днях в городе Шахты Ростовской области взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме. Чаще всего утечки происходят из-за износа сетевого оборудования, но в некоторых случаях причиной становится человеческий фактор. Газ – один из основных источников энергии в современном мире. В Сарове около 40% домов оснащены газовым оборудованием. Несмотря на все свои преимущества, при неправильной эксплуатации этот вид топлива таит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, нужно помнить несколько простых правил. Проведение регулярно того, которое у нас проводится, допускать наших специалистов. Потом, естественно, не пользоваться неисправным оборудованием. То есть плита вы купили, то есть это ваша плита, это будет уже ваша собственность. То есть вы за ней уже будете, как говорится, это не муниципально. То есть вам надо будет стоять за ваш счет. Должно быть не захламлено, легко воспламеняющий предмет, не размещены ни на оборудовании, ни рядом. Поскольку газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы заметить утечку на газорегуляторной станции, в него добавляют адорант. При появлении характерного запаха нужно немедленно перекрыть подачу газа. Потом провести мероприятие по проветриванию помещения и, естественно, вызвать специалистов и ждать. При этом, соответственно, не пользоваться ни электроприборами, ни открытым пламенем, постараться не пользоваться ни домофонами, то есть ни телефоном. Вызвали, ждем специалиста. При появлении запаха в подъезде нужно немедленно вызвать специалистов, предупредить соседей, оставить открытую дверь, не пользоваться открытым огнем и электроприборами. Утечки газа происходят в основном из-за человеческого фактора. Кто-то забыл, на плите что-то убежало, газолило комфорку, пошла утечка. У кого-то, скажем так, произвели подключение люди, не относящиеся, не работающие к газу. То есть, произвели самовольные работы какие-то по ремонту или по подключению. Специалисты Саровгаз призывают граждан быть бдительными и при появлении запаха сразу вызывать аварийную бригаду, которая оперативно и своевременно ликвидирует взрывоопасную ситуацию. Все заявки принимают круглосуточно по телефону 04-104-112 или 7-51-33. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 18 января в 10 часов вечера начнет работу зона для крещенских купаний на пруду Боровом. Там будут дежурить медики и спасатели. Для горожан обустроят места для переодевания и обогрева. Организуют дополнительное освещение и подход к воде, а также предварительно проведут водолазное обследование дна. Саровчанам рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных местах, поскольку это может представлять угрозу жизни и здоровью. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 17 января в актовом зале Дома Учителя состоится собрание для родителей и ребят, которые проживают на территориях, закрепленных за статусными школами. Напомним, с этого года дети, которые проживают на территориях, закрепленных за гимназией номер 2 и лицами номер 3-15, будут зачисляться в организацию под названием Центр образования. Она находится в здании бывшей школы номер 19 по адресу улица Куйбышева, дом 1. Из-за ограниченного количества мест в зале Департамент образования просит прийти на собрание одного из родителей от каждой семьи. Встреча начнется в 18.30. Соропчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять в Кисловодском санатории смены, который специализируется на лечении ревматологических заболеваний. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделением медицкой поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» опубликовали новый клип. Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Территория культуры Росатома». На этот раз музыканты под руководством продюсера Тимура Везерникова исполнили песню «Замыкай круг» на стихи Криса Кельми. От нашего города в съемках клипа приняли участие Таисия Погодина, Владислав Глазков и сестры Шевлягина. Для справки, «10 песен атомных городов» — это творческий винегрет, который объединяет несколько сотен талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Серафимовские дни в Сарове — это цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, которые традиционно начинаются с открытых серафимовских детско-юношеских чтений. Их проводят в девятый раз и каждый год посвящают Дню памяти преподобного Серафима Саровского. В течение двух дней на 18 секциях выступили порядка 250 человек. На торжественные церемонии открытия серафимовских чтений побывала и наша съемочная группа. Ученица Нижегородской гимназии Дарья Белоглазова с головой окунулась в изучение истории Храма Христа Спасителя. Интересные факты и нужную информацию для своей исследовательской работы она собирала с июня прошлого года. В процессе подготовки работы Дарья открыла для себя имя известного художника-реставратора Василия Нестеренко. Это настолько интересно в плане просматривания изменения эпохи самого Храма и изменения эпохи в целом в живописи. На девятых серафимовских чтениях работало 18 секций. Научной работы продукта литературного и исполнительского творчества оценивало порядка 50 экспертов. Поделиться своими открытиями с опытными историками, педагогами и представителями духовенства в наш город приехали школьники из Арзамаса, Бора, Держинска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода и Мордовии. Дарье Белоглазовой предстояло защищать работу одной из первых в своей секции. В Храме Христа Спасителя оказывается очень яркая, впечатляющая история, потому что то его взрывали постоянно, то его решили заменить на какой-то там дворец имени Ленина в 1931 году. Детско-юношеские серафимовские чтения открывают ежегодные серафимовские дни в нашем городе. Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию посвящают одному из главных православных праздников – Рождеству и Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Господь вам всем в помощь! Никогда не ленитесь, трудитесь, радуйтесь жизни, благодарите Бога, родителей и наставников и молитесь о всех них. В ежегодной детско-юношеской конференции приняло участие 249 ребят. Наш город на серафимовских чтениях представляли ученики 11 школ, воспитанники 10 детских садов, Дворца детского творчества и Воскресной школы храма Иова Многострадального. То, что вам сегодня предстоит сделать, это часть той жизненной работы, которую вам предстоит сделать в жизни. Впитывайте в себя все знания, которые вам пригодятся в жизни. По итогам чтения авторы лучших работ были награждены дипломами лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также дипломами зрительских симпатий и подарками от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Военнослужащие Саровской дивизии войск Национальной гвардии приступили к строительству снежного городка в парке культуры и отдыха имени Зернова. На месте бывшего аттракционной «Веселые горки» появятся крепостные стены из снега, детский лабиринт, снежные скульптуры медведей и моржа, а также две горки. На сегодняшний день постройка готова на 25%. Сформированы стены, вытачиваются фигуры. К Масленице объект будет сдан в эксплуатацию. К другим новостям. «Везде театр» – это проект, призванный показать зрителю универсальность этого искусства, благодаря которой в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку. Проект «Везде театр» будет интересен всем, кто хочет поближе познакомиться с творчеством современных драматургов. Эскиз второго спектакля по пьесе Ярослава Полинович «Свой путь» покажут в Молодежном библиотечно-информационном центре. В основе проекта «Везде театр» лежало желание попробовать что-то новое, освоить другие театральные форматы и способы общения. Молодые актеры Саровского драматического театра делают этот проект буквально на коленке, не прибегая к помощи декораций, костюмов и других атрибутов театра. Даже само действие происходит не на сцене. Второй спектакль эскиз проекта покажут 17 января в 18 часов в Молодежном библиотечно-информационном центре. «Свой путь» – это история о том, как время и эпоха влияют на людей. С помощью текста и музыки хотим погрузить зрителей в эту историю максимально подробно и в чистом виде донести ее до слушателей, чтобы уже некие картинки, ассоциации, воспоминания, не знаю, что угодно, чтобы все это возникало у зрителя в голове, а не мы им показывали. Помимо постановки эскизы Евгений еще исполняет одну из ролей. Вместе с ним текст читает Елизавета Казачкова. Помогают им музыканты из группы «Эшер» и коллеги по цеху. Это здорово, что кроме моей постоянной занятости в театре, кроме репертуарных спектаклей, есть еще возможность что-то сделать, что-то показать. Мне кажется, это вообще здорово для города, для любого Тимурия, для нашего маленького Сарова. Это классно. Просто прийти, просто послушать, просто отдохнуть. Первый эскиз-спектакль, показанный в городском музее, вызвал ажиотаж среди зрителей. Билеты разошлись очень быстро, поэтому в этот раз было решено сделать свободный вход, поскольку зал Библиотечно-информационного центра сможет вместить всех желающих. И после показа там было ограниченное количество мест. Многие писали в группе, что хотелось бы еще раз посмотреть, потому что не успели. А в этот раз у нас заявлено без билетов, то есть могут прийти все. Я думаю, это городу очень интересно и понравится. После показа спектакля актеры предложат зрителям обсудить постановку. В этом году в рамках проекта «Везде театр» будут подготовлены еще два спектакля-эскиза, также по пьесам молодых авторов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. На арену Ледового дворца вышли коллеги по работе из двух городов. Товарищеском матче по хоккею между командами ядерного центра в НИЭФ и НИИС из Нижнего Новгорода победу одержали сотрудники нашего городообразующего предприятия. Подробнее о встрече расскажем в следующем репортаже. Хоккейные традиции в Орфяц в НИЭФ только зарождаются. На сегодняшний день в составе сборной играют те сотрудники городообразующего предприятия, которые имеют опыт выступления на ледовых площадках. Эта ситуация начала развиваться два года назад, когда мы провели товарищеский турнир «Возрождение», когда играли команды в НИЭФ. В прошлом году, в 2018 году, у нас прошел уже турнир на Кобу-Карфяц в НИЭФ, и уже тенденция такая наладилась, и вот мы уже заявили команду на первенстве южных районов Нижегородской области. На площадке Ледового дворца в товарищеском матче сошлись не соперники, а коллеги. В Саров приехали работники Нижегородского НИИСа. Цель – выявить лучших хоккеистов двух городов, которые потом войдут в состав хоккейной сборной для участия в зимней Атамиаде. Для гостей нашего города игра получилась очень напряженной. Игра тяжелая, соперник сильный, у нас нехватка небольшая в составе, в три защитника играем. Соперник три полноценных тройки имеет, ну и просто выше немножко у него уровень, конечно, чем у нас. Ну что делать, будем играть. Дмитрий Ширяев с хоккеем на «ты» еще с детства. Сначала спортивная школа, потом игры в родном Вознесенском. Устроившись на работу на завод в НИЭФ, начал искать пути в хоккейную команду ядерного центра. Узнав о просмотре, заявился, не раздумывая. Как оказалось, не напрасно. Сегодня Дмитрий играет в сборной в НИЭФ на позиции центрального нападающего. Я хотел в этой команде выступать, тренировался, отдавал себя, чтобы попасть в нее. Мне нравятся хорошие ребята, коллектив хороший. Все работники в НИЭФ с разных подразделений. Играем, тренируемся. Также участвуем на область по южному кусту этой же команды. Набираемся опыта. Несмотря на проигрыш сотрудники НИИСа, встречи остались довольны. Первая поездка в Саров получилась никомом. Впереди игра в сборной и выступление на Атоме Аде. А для того, чтобы составить достойную конкуренцию командам из Москвы и Пензы, уже сегодня необходимо сыгрываться вот в таких вот товарищеских матчах. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин